Девушки отдыхают Небывалое наводнение в Одесской области. Два человека погибли. Где-то надо жить. У меня трое детей. Маленькие дети с температурой лежат там у людей. Я не знаю, что делать. В центре Одессы ветка дерева упала на голову восьмилетней девочке. Чиркает родителей и цепляет маленькую девочку. Валит ее на пол и впечатывает прямо к асфальту. Где и как доживают одинокие одесские пенсионеры? Ну так распорядилась судьба, что я оказалась сидеть. Но на данный момент я не жалею. Эти и другие темы сегодня в нашем выпуске. И начнем вот с чего несколько часов назад произошла масштабная авария на водопроводной. Одновременно столкнулись семь автомобилей и КамАЗ. Виновником происшествия стал водитель груженого КамАЗа. Водитель грузовика ехал от железнодорожного вокзала в сторону Таирова. Он не рассчитал безопасную скорость и дистанцию, когда перед ним возник форт, который от удара развернуло в противоположную сторону. Затем КамАЗ подмял под себя двигающийся впереди Део. Касательно Део зацепил впереди стоящий Мерседес. Тот, в свою очередь, Хиндай. Затем Део левым крылом зацепил машину в левом ряду. Пострадала пассажирка автомобиля Део. Она госпитализирована с открытой травмой головы. По предварительным данным сотрудникам госавтоинспекции, водитель КамАЗа был трезвен, но все участники происшествия отправятся на экспертизу. Сам водитель КамАЗа обвинил в аварии других участников случившегося. На месте ЧП работали сразу три бригады скорой помощи и ГАИ. Была полностью перекрыта улица Водопроводная в сторону Таирова. В другую сторону наблюдалась огромная пробка. Пропускали машину. И так получилось, что осталась авария. И все. Я встал за этим Мерседесом. Он меня догоняет и бьет. После удара разворачивает этого Мерседеса, а меня кидает туда. Два человека погибли. Более четырех сотен остались без крыши над головой. Таков итог удара стихии, обрушившись на Одесскую область 12-14 сентября. О причинах и последствиях катастрофы в материалах наших корреспондентов. 17 человек остались без крова в результате наводнения в поселке Березино Тарутинского района. Начиная со второй половины дня прошли сильные ливневые дожди. Мост не смог пропустить то нужное количество воды. В результате весь поток большой воды направился на поселок. То бишь все дренажные коллекторы, которые есть, они не сработали, не сработало ничего. Упали все стены, вон упала, полмала мебель, диваны позвонили. Ну я не знаю. Мы остались, короче, вот так, как я одетая. Вот так. Может государство нам поможет чем-то. Ну где-то надо жить. Мне, у меня трое детей. Маленькие дитё с температурой лежат там у людей. Я не знаю, что делать. Около 40 домов были разрушены. 7 улиц остались без света. Водопровод вышел из строя, а колодцы затопило. Теперь поселку грозит новая проблема – угроза кишечных инфекций. О том, что люди лишились своего урожая, а накануне холодов остались без скота и домашней птицы, уже никто и не вспоминает. Местные чиновники успокаивают до конца года, дадут людям жильё, а пока лихорадочно начинают ремонтировать военное общежитие, чтобы поселить туда всех потерпевших. Каждый житель готовит список полностью своего имущества, что у него повреждено. Единственная надежда только на то, что что-то будет компенсироваться. Напомним, из-за сильных ливней 12 сентября оказались затопленными более 400 жилых домов Тарутинского, Арцисского, Болградского и Саратского районов. На сегодняшний день продолжаются работы по отводу воды. Организована доставка продуктов питания и медикаментов. Всего ущерб нанесённой непогоды оценивается в 170 миллионов гривен. Ольга Дунская, Новая Одесса. На одной из центральных улиц Одессы ветка старого платана упала на голову 8-летней девочки, которая в этот момент гуляла с родителями. Ребёнка в очень тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой доставили в областную детскую больницу, где сегодня прошла первая операция. Подробности в материале Екатерины Лапицкой. В безветренный воскресный день семья молодых одесситов прогуливалась по улице Пушкинской. На углу Дерибасовской большая ветка упала на их 8-летнюю дочку. Из-за сильного удара малышка потеряла сознание и, истекая кровью, дожидалась приезда скорой помощи, которая подоспела только спустя 15 минут и отвезла пострадавшую с родителями на слободку в областную детскую больницу. В больнице не оказалось электричества, потому умирающего ребёнка пришлось везти в 11-ю поликлинику, где Диане сделали компьютерную томографию. Операция прошла только сегодня и продлилась более двух часов. Сейчас крайне тяжёлое состояние. Операция прошла очень сложно. Много лекарств требуется. И операция своё потянула, всё потянуло, как бы деньги. Мне сейчас важно, чтобы жил ребёнок. Просто жил. Диану доставили в реанимацию с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом лобной кости. Как объяснили врачи, осколок кости задел мозг девочки. На сегодняшний день состояние остаётся тяжёлым. Ребёнок прооперирован. Также продолжается искусственная вентиляция лёгких и дальнейшее лечение. До сих пор никто из депутатов городского совета или сотрудников Одесс-Горзелендреста, несущих ответственность за произошедшее, не связались с мамой Дианой. Стоит отметить, что родственники пострадавшей с самого утра пытаются подать заявление в отделении милиции. Однако там все крайне заняты или же просто отсутствуют на рабочих местах. Откликнулись самые близкие, родные, друзья, сотрудники, даже случайные прохожие, ставшие свидетелями происшествия. Пришёл человек, свидетель, который видел это всё. Он принёс деньги, для нас большие деньги. Он принёс, благодарил. Мы купили медикаменты сейчас. И сейчас я ещё ищу медикаменты для того, чтобы лечить Диану. Как рассказал нам сам свидетель, улица была пустынна. Кроме него всего несколько прохожих и ни одной машины. Слышу хруст и вижу, как обваливается огромнейшее бревно. Там не то что ветка, там реально бревно. Чиркает родителей и цепляет маленькую девочку. Ввалит её на пол и впечатывает прямо к асфальту. Всё произошло настолько быстро, что никто даже не успел не то что понять, а среагировать. Вместе с Денисом мы проехали на место происшествия, где обнаружилось, что сотрудники Одесгорзелентреста хоть и распилили злосчастную ветку, но даже не увезли её, а просто оставили неподалёку на газоне. В Горзелентресте сообщили, что ветками занимается ЖЭК, а в ЖЭКе, что звонить нужно в Горзелентрест. В жернова бюрократической системы попала ни в чём невинная восьмилетняя девочка. Не оставайтесь равнодушными. Екатерина Лапицкая, Алексей Кулигин, Новая Одесса. СПИД, рак, туберкулёз по количеству неизлечимо больных граждан Украина занимает одной из лидирующих позиций в мире. Уровень современной медицины не способен на 100% обезопасить даже человека с очень высоким достатком. В тот момент, когда болезнь уже не побороть, в работе с больными должны применяться методы, позволяющие избежать предсмертных страданий. О том, где и как доживают тяжелобольные пенсионеры, сюжет Вадима Шпаченко. Подопечная Одесского дома милосердия Таисия Мальзам – одна из немногих. В Украине очередь в подобные учреждения исчисляется тысячами. Я никогда в жизни не думала, что я окажусь здесь. Никогда. Но так распорядилась судьба, что я оказалась здесь. Но на данный момент я не жалею. Тут за пенсионерами ухаживают и дают им возможность достойно прожить оставшиеся дни. Подобных учреждений в Одессе единицы. Тем не менее, они есть. Чего не скажешь о хосписах. Учреждения, в которых остаток дней проводят неизлечимо больные, и тут речь идет уже о людях разного возраста, в Одессе просто нет. Дома милосердия – это дома, по западному аналогу, это дома сестринского ухода. Хосписная служба должна выделяться в отдельную отрасль. Там нужна специальная подготовка персонала. Некоторые специалисты в нашем городе ведут работу в этом направлении. Уже разрабатывается проект выездной палеотивной службы. Пожалуй, это максимум, на который можно рассчитывать в ближайшее время. Тем не менее, это уже что-то. Будет працювать мультидисциплинарная команда. Это фаховцы, медики, психологи, социальные працівники, духовенства, то есть разных конфессий. И именно они, эта мультидисциплинарная команда, будет комплексно надавать послуги для тех людей, которые страждают от невеликовой недуги. Когда речь идет о помощи неизлечимо больным, одним из важнейших является психологическая и духовная работа с пациентом. Может, людина захочет поисповедать, может, людина хочет побачить перед своими друзями, если перед ними провинилась. И мы в этом надаем вот такую допомогу духовную. На данном этапе выездная палеотивная служба – это не более чем проект, которому предстоит преодолеть множество испытаний. А пока в Одессе работает телефон доверия и психологической помощи неизлечимой тяжелобольным людям. Вадим Шпаченко, Олег Шпак, Новая Одесса. Продавцов, которые отпускают алкоголь детям, пока не лишают лицензии. В милиции зафиксировали более 40 случаев продажи несовершеннолетним сигарет и алкоголя. Реализаторам, которые продают запрещенную продукцию детям, грозит штраф в размере от 200 гривен. Некоторые могут лишиться и лицензии на продажу алкогольной и табачной продукции. Однако пока профильный департамент Миндоходов, который занимается выдачей таких документов, в эти случаи не рассматривает в связи с реорганизацией. В результате с начала года права на продажу алкоголя и сигарет лишились всего несколько продавцов. Обязательно мы направляем представление о принятии решения, возможно, лишить лицензии на право реализовывать именно такую группу товаров. Они с пятого месяца не рассматривают именно вот эти представления. Но по итогам до пятого месяца по нашим протоколам семь лицензий было аннулировано. По выявленным фактам по 156-м частям вторым. Вопросы относительно пожарной техногенной безопасности теперь есть кому задавать. В Одессе торжественно открыт консультационный центр службы по чрезвычайным ситуациям. Репортаж Дарьи Сидоровской. Спасибо. Поздравляю вас. Спасибо большое. Центр предоставляет информационно-консультационную помощь по телефону, через интернет и на приемах. Не все отнюдь умеют пользоваться компьютером, не все умеют пользоваться интернетом. Это даже нормально по телефону воспринять ту или иную сложную информацию, сложности получения, как получить разрешительную документацию, как написать жалобу, как обратиться в ту или иную структуру. При входе в центр будут стоять урны, в которых люди могут оставить анонимные обращения. Обещают, что в центре станут работать сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и волонтеры Красного Креста. Последние будут оказывать психологическую помощь. Сегодня действительно созданы те условия, что можно получить, наверное, любую консультацию здесь, получить ответ на тот вопрос, чтобы не было или как меньше было чрезвычайных ситуаций. Или те же методы, способы, как их ликвидировать, как уйти от них. Консультационный центр работает в здании Одесского городского управления службы по чрезвычайным ситуациям, который располагается на Бунина, 41. Подобные центры открываются во всех областях Украины. Дарья Сидоровская, Алексей Кулигин, Новая Одесса. Далее новости культуры. В Одессе прошел первый всеукраинский фестиваль альтернативных искусств «Корень зла». Неформальный форум объединил в себе художественную выставку, экспозицию хендмейда, а также выступление рок-групп. Подробности в сюжете нашего корреспондента Дмитрия Далматова. Живопись, хендмейд, боди-арт и тяжелая музыка. В каждом виде искусства участники фестиваля нашли свой «Корень зла». Название необыкновенного проекта организаторы позаимствовали из древнегреческой истории. Ведь, как известно, без зла не бывает и добра. А сочетание различных видов искусства помогает показать публике весь спектр творческой идеи. Я очень хотела сочетать, удачно, гармонично сочетать, это современное искусство. Это и боди-арт, это и мистерию, хотя мистерия появилась еще в Древнем Египте, но она достаточно забыта сильно, хотя зря, абсолютно зря. Это и современные картины, и живописи, и графика. У нас в основном, естественно, профессиональные художники, но и есть аматор Денис Недоложенко. То есть я считаю, что аматорам тоже нужно давать возможность, почему бы и нет, проявлять себя, если есть что сказать. В фестивале такого масштаба, городского, я бы даже сказал больше, междугороднего масштаба невозможно обойти стороной, потому что, к сожалению, не так уж часто происходит подобного рода фестивали. Посетителям неформального мероприятия представилась возможность понаблюдать за противостоянием добра и зла, глядя на графические и живописные картины, а также на боди-арт. Это будет некий хостес. Продолжение картин. Меня разрисовывают в серебряный цвет, потому что я буду выносить серебряную картину. Другие парни будут, наверное, в фиолетовый, в синий. Ну, разные цвета, соответственно, к их картинам. Несмотря на насыщенную программу, фестиваль продлился всего один день. Результатом организаторы остались довольны и планируют демонстрировать одесситам корень зла ежегодно. Дмитрий Долматов, Эдуард Шендорович, Новая Одесса. Мега-марш в вышиванках в минувшую субботу состоялся, несмотря на проливной дождь. Одесситы, которые не побоялись ливня, организованные колонной прошли от пассажа до Воронцовского дворца. Традиционные украинские вышитые рубашки видела Дарья Сидоровская. Александр принимал участие во всех маршах вышиванок, которые проводились в Одессе. Вышитые рубашки для него повседневная одежда. Уже по традиции на марш он приходит с семьей и утверждает, всю жизнь говорил на русском языке. Но сейчас мечтает выучить украинский. Христианский неофит, там, я такой выслав, святее Папы Римского. Мабуть, одесситы, которые поддерживают украинский рух, они также, мабуть, больше украинцев, чем на Захаре Украине. Мне это просто понравится. 14 сентября мегамарши в вышиванках прошли во всех крупных городах Украины. В Одессе это третий поход мегамарша. Мы прагнуем показать красу украинской души, украинской песни. Хочем показать, что украинская вышиванка – это всегда актуально. И как раз не только молодец, да, и старшее поколение, они все приходят, они одеждают эту вышиванку. Что мне больше понравится? Вот эту традицию мы переняли у Киян. Теперь вся Украина, да, вот на весне, восени, собирается проводить мегамарш. И не только Украина, до речи, в травм, до нас аж 8 громад украинцев света приеднулись. Лилия из Тернополя в подобном походе участвует впервые. Вышиванку для мегамарша ей дала мама. Я люблю нашу Украину. Я с захидной Украины. Там очень поценивают наши традиции. И я уважаю себя чистой украинкой. Праздничная атмосфера действа не дала замерзнуть даже неженкам. Под флагом Украины одесситам удалось сохранить хорошее настроение в хмурый день. Украине! Героям слава! Украина! 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 Принять участие в марше мог любой желающий. Единственный запрет – приносить какую-либо символику, кроме национальной, так как мероприятие политичное. Третий одесский мегапроход совершился украинской улицей, где одесситы под гитару пели украинские народные и современные песни. Дарисидоровская, Олег Шпак, Новая Одесса. И о спорте. Одесский боксер завоевал титул чемпиона мира по боксу среди юниоров весовой категории до 70 килограмм. Так, выпускнику Нархозы Рамилю Гаджиеву в полуфинале молодежного первенства планеты, которое проходит сейчас в Киеве, удалось одолеть азербайджанца Гусейна Тарвердили, а в финале казаха Кадырбека Садыбека. Финальный бой Гаджиев выиграл со счетом 30-26. Стоит отметить, что призеров и победителя награждал сам олимпийский чемпион и чемпион мира 2011 года Александр Усик. И на сегодня у нас все. Начало настоящего бабьего лета в Украине обещают через неделю, а пока продержится сырая осенняя погода, то солнечная, то дождливая. Более подробно о погоде и о мировых событиях дня далее в выпуске. Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю тепла в ваших домах и оставайтесь на Новой Одессе. В одном из шиитских районов Багдада неизвестными был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате теракта по меньшей мере 5 человек погибли. Около 20 получили ранения. Примерно в то же время еще одно взрывное устройство было приведено в действие в уличном кафе. Погибло 2 человека и ранено 10. Ни одна из групп не взяла на себя ответственность за нападение, которое в полиции назвали скоординированными. Только в августе от рук террористов в Ираке погибло 800 мирных жителей. Столкновения с полицией прошли в обычно спокойном Бахрейне. Десятки демонстрантов бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в полицейских в пригороде Манамы. Беспорядки начались после траурного митинга по погибшему активисту. Для разгона участников антиправительственной акции полиция применила следоточивый газ. Оппозиция Бахрейна жалуется на дискриминацию в отношении большинства шиитов в таких областях, как сфера услуг, и требует от конституционной монархии парламента, избранного демократическим путем. На судоремонтном заводе в поселке Большой Камень Приморского края России произошло задымление на подводной лодке. По предварительным данным, задымление возникло во время выполнения сварочных работ между прочным и легким корпусами на подлодке К-132. Из-за расстояния между корпусами образовалось много дыма, поэтому очевидцы ошибочно могли посчитать, что произошел пожар. Жертв нет, сообщают российские СМИ. Почти 70 человек получили ранения различной тяжести в центральных и юго-западных районах японского острова Хансю, на который обрушился мощный тайфун Мань-И. В результате схода оползня погибла пожилая женщина. Более 400 тысяч человек получили указания властей о срочной эвакуации, поскольку сопровождающие тайфун ливни самые сильные за последние десятилетия вызвали наводнение и горные оползни. Скорость порыва ветра в центральной части тайфуна достигает местами 55 метров в секунду. Нынешний тайфун уже 18-й в этом году в районе Тихого океана. Проливные дожди, принесенные в Мексику ураганом Ингрид и тропическим штормом Мануэль, привели к гибели 25 человек. Спасательные службы пытаются установить связь с отрезанными от большой земли населенными пунктами, где по неподтвержденным данным также могут быть человеческие жертвы. Власти эвакуировали из опасных районов более 8 тысяч человек и призывают жителей пользоваться временными убежищами в безопасных местах. Всего за три дня в Мексике выпала двухмесячная норма осадков. На парламентских выборах в Баварии победу одержал Христианско-социальный союз. Партия заручилась поддержкой 49% избирателей. Таким образом, соратники канцлера Ангела и Меркель получат около 100 мест при абсолютном большинстве в 91. Ровно через неделю в Германии пройдут выборы Бундестаг, по результатам которых, согласно прогнозам, Ангела Меркель может в третий раз подряд занять пост федерального канцлера на четырехлетний срок. В России в Тверской области в понедельник продолжались поиски московского вертолета «Агусто-119», пропавшего еще 14 сентября. По словам спасателей, воздушную разведку вели 11 вертолетов МЧС России. Легкомоторный восьмиместный вертолет «Агусто-119», принадлежащий частному лицу, в назначенное время не вышел на связь. В ГУ МЧС России по Тверской области работает межведомственный оперативный штаб. Итальянские специалисты приступили к уникальной операции по постановке на ровный киль затонувшего острове Джирио круизного лайнера «Коста-Конкордия». Стоимость операции составляет 600 миллионов евро. Это крупнейшая подобная операция в мире, участие в которой принимают 500 человек. По словам экспертов, основная задача избежать разлома корпуса. Если судно перевернется, возникнет угроза для окружающей среды. Если подъем пройдет успешно, лайнер отбуксирует в один из ближайших портов. Однако, по заявлениям специалистов, начать двигать судно можно будет не раньше весны будущего года. В центре Лондона состоялось шествие активистов движения «Гринпис» с гигантской куклой белого медведя, участника марша. Борцы за охрану окружающей среды во всем мире призывали к запрету добычи нефти и газа в Арктике. Медведь, по словам активистов, символизирует чистоту и нетронутость одного из красивейших мест на планете. Марионетка 12 метров в длину и 5 в высоту была специально изготовлена из восстановленных частей судна и переработанных материалов. На кукле оставили свои подписи более трех миллионов человек со всего мира. Внезапно проснувшийся на острове Суматра вулкан Синабунга привел к срочной эвакуации свыше четырех тысяч человек. Из жерла вулкана вылетают расплавленные камни и пепел, покрывшие территорию радиусом в 50 километров. По словам индонезийских экологов, пока особой угрозы активность вулкана не вызывает. Это первое извержение Синабунги за последние 15 лет. Бывший чемпион мира по велоспорту на треке 47-летний шотландец Грэм Обри установил мировой рекорд в езде в горизонтальном положении. На машине собственной сборки Бисти Обри развил рекордную скорость 91 км в час. На этом велосипеде гонщик передвигается головой вперед в горизонтальном положении лицом вниз, находясь всего в двух сантиметрах от переднего колеса и следя за дорогой через небольшое отверстие. Рекорд был установлен на необычных соревнованиях в Бэтл Маунте в американском штате Невада. Представительница штата Нью-Йорк 24-летняя Нина Довулури завоевала титул Мисс Америка 2014. Финал конкурса состоялся в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Нина обошла в финале конкурса 15 участниц, став таким образом первой американкой индийского происхождения, завоевавшей почетный титул. Победительнице престижного конкурса причитается премия в размере 50 тысяч долларов. Конкурс Мисс Америка проводится в США с 1921 года, однако сам титул Мисс Америка был введен в 1951 году. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Прогноз погоды температура воздуха ночью 15-16, днем 17-20 градусов со знаком «плюс». Не вистачило впевненості. страхова компанія ТЕКОМ Впевненість у квадраті відео ТЕКОМ 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 ТЕКОМ